Счастье Это очень важно мечтать и верить, что твоя мечта сбудется. Именно эта центральная идея в повести Александра Гринова «Алла и Паруса». Ее героиня Ассоль так безгранично верила в свою мечту, что в конце концов с ней произошло чудо. Чуть-чуть-чуть. С ней произошло чудо. Ага. А дальше? А дальше сам. Ну? Давай-давай. Сколько можно на чужом горбу? Ну откуда я знаю, что им надо? А ты не думай, что надо. Напиши, что чувствуешь. Правду. Ага. Сейчас. Слабо? Не слабо. Просто классухе вряд ли понравится, что ее любимая Ассоль дура. Ты так считаешь? Ну а кто она еще? А разве к дурам приплывают корабли? Ну так это, ей просто повезло, когда этот Грей… Повезло, Поленька, это когда тебя к доске не вызвали. А известно ли тебе о скептический отрок, что мысли и мечты способны менять мир вокруг нас? А чего? Того, что одной только мыслью ты можешь изменить все вокруг. Как захочешь. Если только, конечно, это искренне. Проще говоря, мечты сбываются. Как у Ассоль. Ну да. Я вижу, вы уже себе намечтали. И Толику. Ну-ка, иди отсюда. Вы тоже дурочка. Как ваша Ассоль. Вы тоже дурочка. Как ваша Ассоль. Всё. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте. Извините. Наконец-то. До свидания. Доброе утро. Здравствуйте. Ура! Наша Зина пришла. Покажи. Закрой глаза. Можно открывать? Да. Ой, спасибо. Ой, что это? Камушки? Да. Давай, пылесосим. Теперь вот этот грязный. Какой? Вот этот? А вот этот, смотри, какой грязный. Сколько там пыли. Ну-ка, давай, пылесосим. Сделаем, киунчатку? А ну давай. Кто еще будет смотреть мультики? Эй, ой! Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Да. Я просто хотел, как все. Это ничего. Это ничего. Скоро ты будешь, как все. Скоро все закончится. Перестань. Не смей. Просто жалко. Я такую программу начал сочинять. Просто жалко, если я не успею. Если успеешь. И ты нормальный. Слышишь? Ты больше, чем нормальный. Просто у тебя слишком большого сердца. Надо поуменьшить. Таня, ну что. Таня, ну что. Труженикам, намасте! Привет, Валя. Дмитрий. Дмитрий. Привет. Как там Толик? Все хорошо, спасибо. Да, Дин, ты сегодня у нас? Да, у вас. Тогда штормовое предупреждение, возможен шквальный ветер и дожди с грозами. Принято. Это ничего. Справимся. Ну смотри, я предупредил. Сильно машину побил? Так, понты. Восстановлению подлежит. Или у тебя еще что? А у тебя? Как дела вообще, папуль? Нормально. Ну тогда у меня вообще зашибись. Это что еще за намеки? Анатолий, подвезти? Нет, дядя Дима, спасибо. Мне полезно. Псих отмороженный. Он просто больной. Да не просто. Он же нас ненавидит. Что, не видит, что ли? Аж зеленеет каждый раз. А кроссовки его видел? Ржака. Выходи. Пройдись. Подыши свежим воздухом. Тебе тоже полезно. Ты чего? Давайте, ваше высочество. Прогуляйтесь. Что ты там застрянула в одном углу? Время тянешь? Слышишь? Нет. Не слышу. Я сейчас все сделаю. Дожилась. Уже уборщица в собственном доме хамит. Где каждая мелочь вот этими самыми руками. Том, молчи. Мне только этого не хватало. Каждому дай, дай, дай. А что взамен? Молчишь? А? Предательство. И вранье. Сплошное вранье. Ну, ничего. Я положу этому конец. Я это сделаю. Все будет по-другому. Все. Том, что случилось? Что тебе говорить? У тебя само этого дерьма по горло. Точно. Только другой консистенции. Вроде легче стало, не? Вроде да. Кто мог подумать? Золотая медалистка, гордость школы, Надежда Педа убираются в двоечницы. Ну, вспомнила тоже. А я и не забывала. Не скучаешь по школе, а? Училка? Да, когда скучать? Работать надо. Глупая ты. Пришла бы, попросила б. Да, ну, ты что? Гордая. Уважаю. И не жадная. Не крысила. Всегда давала списывать. Ага. Почти святая. Не везучая только. А я наоборот. Думала, что наоборот. Вот. Да. Да. Что? Десятина. Чего смотришь? Бери. Бери. Не. Бери. Я же на благое дело даю. Отдашь этим крохоборам, чтоб включили только квоту на операцию. Не могу. Не возьму, не могу. Я же не дарю. Ты вернешь Столькиной Нобелевке. Как хорошо. Сама я себя не ожидала. Теперь в рай можно. Местенат. Спасибо. Спасибо. К черту, к черту телячьей дежности. Бабы рулят. Олег Иванович, здравствуйте. Опять вы. Вот. Да вы что? Слава Богу. Слава Богу, я вас поздравляю. Не реветь. Нужно радоваться. Готовьтесь. Планируем операцию через десять дней. А за это время успеете пройти необходимое дообследование. Спасибо. Спасибо. Мам. Мам. Ты чего, мама? Вот. Это наш с тобой счастливый билет, Тосик. Как это? Вот так. Чудо. Они же отказали. Ну, сначала отказали. Потом, вот, передумали. Ну, что ты стоишь? Давай, иди мой руки. А руки? Сядь. Ты не умеешь врать. Я вас не понимаю, юноша. Откуда? Что? Деньги на взятку. Скажешь, тоже. Мама. Так. Не важно. Это мои дела. Наши. Это наши дела, мама. Ну, хорошо. Тамара одолжила мне. Кто? Том, успокойся. Сколько? Не важно. Сколько? Пять тысяч. Сынок, я прошу тебя, успокойся. Тебе же нельзя. Ну, что ты забыл? Тебе можно, мама? Что ж, ну, паперушки какие-то. Да я лучше умру. Замолчи. Тебя что? Совсем гордости нет? А это, знаешь ли, дорого стоит. Не каждый может себе позволить. Я вот, например, не могу. Ты не имела права решать сама. Тем более просить у этих. Дай сюда. Я пойду и все верну. Поздно. Я их поменяла. Я там не знаю. Помнишь? В школе вы собирали Ромки на ботинке. Его мама попросила классную, она сказала вам. А потом кто-то из родителей рассказал детям. И так вот, когда Ромка пришел в этих ботинках в класс, он глаз поднять не мог. Никто, никто им ничего не говорил. А он все понял, знаешь как? По взглядам. Что ты сравниваешь? А я теперь знаю, что, что думаешь, Ромка. Это полная отстойка. Мы все вернем. Потом. Как хочешь, я не лягу на эту операцию. Иди, мой руки. Не веришь? Я клянусь тебе, что я не лягу на эту операцию. И ты меня не заставишь. А ты, оказывается, жестокий. Гордость у него. Эгоист чертов. Ну, прям как отец, да? Что ты несешь? Отца не трожь. Почему? Я же весь в него. Я же такой же умный. Такой же талантливый. Так может и это его? Я не виновата, что отец погиб. Толик. Никто не виноват. Если бы он был жив, все бы было по-другому, да? Убирайся. Ладно. Чуть не забыл. Почему ты на меня так смотришь? Пусть летит. Я ее освободил. Спасибо. 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 Что? Вкусно. Спасибо. Реально вкусно. Реально вкусно. На здоровье. Сядь. Я помою. Посудомойка помоет. Реально вкусно. Марсин, Марсин, ты ко мне. Нельзя. Рядом. Зараза, где ты? Ну? Ну и что? А я тут при чем? А Дубенко? Леша, иди к черту. У меня, может быть, тоже температура тридцать восемь, а то и тридцать девять. Ну, что ты орешь, что ты орешь? Я буду, буду. Ух, ух, ух. Ух. Ух, ух. Ух, ух, ух. 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 Ага. Ну что, прям такие вот, ничего? Вроде ничего. Техника, драгоценности, все на месте. Сейф не вскрыт. А понятые где? Тут такое дело, они на подъезде в пробке застряли. Вызывал кто? Анонимка, жизнь. А еще муж. Он в спальне. Муж, муж, объелся груш. Давай метнулся хабанчиком, соседей привел. Так сегодня же рабочий день, все на работе, Павел Сергеевич. Прям все. Давай быстро. Иди сюда, пожалуйста. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Пройдемте со мной. Пройдемте, пойдемте. Ну, наконец-то. Есть. Анон Сергеевич, а с этой штук? Ложи, где взял. Не понял. У Саши возьми на шатырь. Ага. Кофе хотите? Ну, не хотите, как хотите. Слышь, убери ее домой. Угу. Нервный народ пошел. Саша, ну что там? Обычное дело. Черепно-мозговая, кровоизлияние с давлением мозга. Удар тупым предметом в височную часть. Что за предмет? Так вот. Ускользнулся, упал, очнулся, гипс. Поскользнулся или помогли? Это твоя парафия. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тихо, тихо, тихо. Папа. Мы ведём репортаж со двора дома, где было совершено убийство предпринимателя… И дальше? Хорошо. А дальше всё. Мы быстро позавтракали и разошлись. Я на работу, Боря в институт. И я его подвёз. А Тома осталась дома. У вас была нулевка? Что? Нет, я не был на парах. Что? Что? А где вы были? У девушки своей. Свинья. На себя посмотри. А что вы сейчас имели в виду? Да что? Бабу его, конечно. Рот закрой. Ну что вы тут на драм развели? На субийство. Вы, кстати, Дмитрий, чего вернулись-то, а? Забыл документы? А что? И что вы увидели? Дверь была не заперта. Я испугался. Тома всегда запирает… Запирала. Она боялась воров. А тут отца открыто. И она была на полу на кухне. Я позвонил в полицию, но оказалось, что кто-то уже их набрал, предупредил. Ты на что боялась? В доме деньги были? Всегда. Но мы точно не знали сколько. У неё был свой доход. Какой? Квартиры, офисы, в аренду. А много? Много. Десять. Может быть, больше. Я не знаю. Неплохо. А что же вы в старом доме живёте? Это она не хотела переезжать. Понимаете, Тома… Она была экономна. Какой ты дипломат. Камеру на входе видели? Видел. Хальшивка на лоха. Почему? Я не понимаю. Вот и мы… Не понимаем. Борис… Она была жадновата. Нищи детство. Сама добилась всего. И мне со стартом помогла. Купила тебе то есть. Паш. Да. Готово. Давай. Вася, шапку надень. Состегнись, а то простудишься. Ребята, вы же на одном курсе с Толей. Вы знаете, где он? Он что, опять дома забыл? Хватит. Где он? Откуда я знаю? Да, его не было сегодня. Как не было? У вас же зачёт. Не зачёт. Чёрт, ну ты… Да всё, пошли. Я понимаю, что обычно в таких случаях подозревают ближайших родственников, но мы с Борей заинтересованы как никто. Может, соседей опросить? Она с кем-то дружила? Да нет. Ну как? А, Дина. Это соседка с нижнего этажа. Она у нас убирает. Когда в последний раз была? Вчера. Да, вчера. Да нет, она у нас уже давно. Честнейшая женщина. Но деньги ей были нужны очень. На что? На операцию сына. У него какой-то порог сердца с детства. Из какой она квартиры? Да. Я смотрю, вам лучше. О, Господи. Нет, просто Павел Ерёменко. Вы меня напугали. Можно? Идёмте. Это ужасно. Ну, чем я могу помочь? А сделать кофейку? Пожалуйста. Удивительно, вот так вот. Только вчера говорил с человеком, пил кофе, сплетничал. А сегодня он бац и труп с биркой на ноге. Зачем вы мне это всё рассказываете? Удивляюсь. А вы? А Толика всё нет. В библиотеке задержался. А его надо беречь. У него же сердце больно. Вы не смеете. Вы ничего не знаете. Ну, так вы мне всё расскажете? Он уехал. К бабушке. Вот так вот посреди недели. Ей срочно понадобилась помощь. Яша. Сахар. Да вы не нервничайте. Телефон бабушке дадите. Мама? Бабушке уже лучше. Толя! Стоять! Толя! Стоять! Уйди! Где ты? Выходи, поговорим. Просто поговорим. Дурак! Я арестую твою мать! Тосик! Не слушай его! Заткнись! Не смейте мне тыкать! Где он? Где угодно. Он все эти дворы с детства изглазил. Квастайтесь, хорошая мать. Это не он. Он не мог. Не мог? А они все не могут. Хорошие мальчики, хорошие девочки. И вот такие вот дуры типа вас, которые блеют. Он не мог. Он не мог. Почему убежал? Испугался. Чего? Что вы подумаете, что это я. Что вы решили, что это он. Почему вы? Потому что Тамара вчера дала мне деньги. Пять тысяч долларов. Одолжила. На операцию. Да ну? Я тоже не поняла, она не такая. Какая? Я не знаю. Я думала, что знаю, но нет. Не сходится. Вот это вот не сходится. Это те деньги, которые должила вам Тамара? Я их уже отдала. А это откуда? Я не могу. Она только Толе разрешает. Короче. Толе разрешает. Давай отсюда. Давай. Объясните мне, что вы там хотите найти? Потому что родители чаще всего не замечают. Вы вообще не знаете своего сына. Не равняйте всех по себе. Тео. 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 Уж ездить с кем хочешь. Я так и делаю. Еще какие-то распоряжения будут? Между прочим, чтоб ты знала, у твоего Петрова от обуви так несет, что просто сил нет. Не стыдно? А ты б сама попробовала с ним в одной раздевалке. Я не могу с тобой ездить. Ну почему? Не могу и не буду. Маш, ну подожди, ну давай поговорим, пожалуйста. Пьяный? Может обдолбанный? Вроде живой. Ну что, я не мечтал. Не-м aten- опять- 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 a месяц. Зрагаяmaybe? Вот, я не А еще надо туфли. А какие туфли? Замужевые. На низком ходу. Это какие? Какие? Те, что на мою выпускную покупала. Хорошо. И платье. Или костюм. Я так больше не могу. Риски в буфете рвать стены. Нет, я туда не пойду. Ладно. Ладно. Вань. Ну? Слушай, а ты не знаешь, что это натворил, а? А может, ты от армии косишь? Непомнящий ты наш. Или чего натворил? Натворил? Ну, не знаю. Дай двойку. Натворил? Да. Дай двойку. Помогите! Слушай, дай позвонить. Даня, это Толик. Мне нужны шмотки. Срочно. Можно любое старье. Подвезешь, я буду за больницей. Нет, за седьмой областной. Давай. Спасибо. И что ты натворил? А ты? Ничего особенного. Меня тут заперли, потому что у меня нет сердца. А у меня наоборот. Слишком большое сердце. Везет. Слушай, а что ты там фотографировала? Вон. Что? Вон там. Увидел? Да. Да. Хорошо же, да? Ничего не бояться. Наверное. Дай еще раз. Пожалуйста. Дима. Ну, вы держитесь. Спасибо. Спасибо. Проходите. Присаживайтесь. Соболезную. Спасибо. Как… Продвигается? Ваш сосед все еще в розыске. Не могу поверить. А я могу. Да? Да. Псих ненормальный. Всегда таким был. Вы же дружили. Так хорошо меня знаешь, пап. А ненормальный чего? Псих бросался драться на ровном месте. Истеричка. Я ничего такого не замечал. Кого ты вообще замечал? Так хватит. Иди садись. One moment, please. Скажите, ваша жена могла одолжить вашей домработнице крупную сумму денег? Ну, скажем, пять тысяч долларов. Иди садись. Совершенно точно. Нет. Больше не задерживаю вас. Ну… Ну… А меня полицейские в парке нашли. Смешно, да? Толя, откуда у тебя эти деньги? Анатолий, я к тебе обращаюсь. Ты подумала, что это я? Нет. Ну, я не понимаю. Они тебе не поверили, да? Про деньги. Они думают, что это ты. Но это ведь не ты. Но это ведь не ты. Мы же с тобой вроде стали знакомы. Не мучай меня. Я не мучаю, мам. Ты… ты только не бойся. Никого и ничего. Ладно? Господи, что ты такое говоришь? Я тебя люблю. Просто помни. И все. Вы не можете. Он болен. У него операция. Мама… Не надо. Анатолий Гриньков и задержаны. Подозрение в убийстве Тамары Рязуны. Анатолий Гриньков… СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А-Алло. Ну, 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 не начинай. Ну, я не мог. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сейчас могу. Ты же знаешь, у меня служба. Подожди, 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 подожди. Ильич, а ты сейчас в чем? В этом своем синем халатике с макаками? Куда пойти? А, алло! Алло, это я. Куда пойти? Ладно, понял, извини, извини. Ну, надо же и дальше, Димочка. Трудно, но надо. Если вам с Борькой будет нужна любая помощь, приготовить или постирать, ты только скажи. Да, да, хорошо, хорошо. Нет, ну правда, я все могу. Я буду забегать. Ну как же, мужики и бесхозяйки. У вас же там куры заклюют. Ленчик, ничего, не надо. Справимся. Спасибо тебе. Спасибо. Ну, что тебе надо? Дима, простите меня ради Бога. Что ты хочешь? Я хочу вам сказать. Спросить. Сказать. Это не Тосик. Вы же понимаете. Я уже ничего не понимаю. Это не он. Не он. А кто? Я? Борька? Или, может быть, ты? Не знаю. В тот день. Господи. Когда я убиралась. Позавчера. Тамара дала мне пять тысяч долларов. Я понимаю, это звучит как бред. Я ее не просила. Но, вы знаете, она была так расстроена. Она плакала. Мы с ней поговорили. И Тамара дала мне деньги. И в долг. Когда смогу. На операцию. Слышишь ты. Пошла сюда, пока я тебя не прибил. Она никому ничего не давала. Ни в долг. И тем более просто так. Даже мне. А если и давала. То только у нотариуса. Под процент. С печатями. Ну, это правда. Не надо, ну. Отпусти меня. Тварь лживая. Лживая. Убью тебя. Уходите, говорю. Слышишь, убью тебя я лживая тварь. Отпусти меня. Ты слышал этот бред? Бред. Слышал? Она его покрывает. Не понял, что ли? Мамашка. Я его жалел. Гнеду. Я говорил тебе. Утоплю. Да ладно. Они ж помогли тебе по пулю. Утоплю. Не трожь меня, урод. Это ты. Это всё. Это ты. Это всё ты виноват. Тосик. 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 А кто у нас тут Тосик? Это часом не тебя. Первоход. А как тебе по матери? Анатоль. Анатоль. Так это тебя, Петушок. Отвали, Ляш. Не видишь, тохляк. Так невоспитанный. Молодёжь учить надо. Петрович. Ша говорю. Своих учить будешь. Когда откинешься. Толстик. Толстик. Насколько? Толстик. 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 Там смеш지. Толстик. Ну, имею совесть. Хватит дрыхнуть. Может, мне тебе ещё кофе в постели и меню подать? Да. Кофе в постели и табел. Отпусти. Отпусти, дурак. Ну, ты же сам просил разбудить. Ну, так. Тогда разбудишь. Чего? Голова. Конечно. Так и обдолбаться. Я кого сказал? Что ты хочешь? Давай похилиться. Нету. Как нету? Нету. Выживался. Я сгоняю за пиво. Где надо, ты гоняй. Что? А где она? А где она? А где она? А где она? Оставь от меня! Что-то рано они сегодня. Да, они ещё не ложились. Криминальные новости. Мы ведём репортаж из двора дома, в котором было совершено убийство предпринимательницы. Жертва была убита в собственной квартире и она же открыла дверь своему убийце. Поэтому предполагается, что это мог быть кто-то из знакомых семьи. Сейчас на месте преступления работает оперативно-следственная группа. И мы надеемся взять комитарий следователя Павла Ерёменко. Угу. Извините, Павел, скажите, у полиции уже есть подозреваемый? Это кто-то из знакомых? Полиция работает, следствие продолжается. Это он? Он? Я добавлю звук. Не надо. Жалко её, она… Она всё-таки мама. Знаешь что? Собирайся. Ты больше здесь жить не будешь. Саша! Саша! Саша, ты меня есть! Да не смотри, ты слышишь? Ты меня добросаешь! Родную мою! Ну, давай! Саша! Забей, слышишь? Забей! Давай! Где твоя машина? Неважка! Да мы едем! Домой! Ну, молодец! За два дня преступление раскрыл. Преступник арестовал. Рано себя со счетов ещё списывать. Мы с тобой ещё… Я с тобой, Сергей Викторович, на одном гектаре, как говорится, не встану. Мурло ты, Ерёменко. А ты уволь меня. Лечиться тебе надо! Здравствуйте. Вы? Я думала, вам не до того. Простите, но я нашла вам замену. Здравствуйте. Диночка, вот так сюрприз. Да, я сегодня пораньше. Знаете, милая моя, я улетаю на гастроли. Да, надолго. Дина! Дина! Дина, мама ругается, но я всё равно тебя буду ждать. Ничего себе. Как в музее. Жлобство. Да ничего, мы потом переедем. Хай-тек или лофт там выберем. А папа твой? Ему плевать. Это что, здесь произошло? Ты боишься? Нет. Ну, всё-всё-всё, ты что заметила? И пусть. Хватит. Набегались. Нет дома. Сегодня как? Ничего. Только один раз утошнила. Это победа. Тебе смешно. А я всё боюсь, как бы нас не заметили. А ты знаешь что? Ты возьми и уволься. Здрасте. Без шуток. Зачем тебе этот террариум? Отдохнёшь, успокоишься. Мы с тобой куда-нибудь поедем. Хочешь в Альпы? Я хочу на море. Ну, значит, на море. Возьмём яхту под красными парусами. Под алыми. Как в сказке, да? Да. Да уж. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Олег Иваныч! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это ошибка. Хорошенькая ошибка. Я вас умоляю, не отменяйте операцию. Прикажете провести ее в СИЗО? Зачем вы так? Его отпустят. Он не виноват. Это вы меня или себя убеждаете? У вас восемь дней. Символично, да? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пока вы в списках. Но если за день до операции у вас не будет, я передам вашу квоту другому пациенту. Я достаточно точно здесь снился. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, давай. Так? Доволен собой? По-моему, получилось. Какое гнилое ваше поколение. Куда уж нам, да? Давай так. Ты не отнимаешь мое время, я твое. Кик-чик. Вы хотите, чтобы я все рассказал, как было? Как убивал? Куда пошел, куда деньги прятал? Да? Ну, что-то в этом ключе. Тогда, может, вы мне расскажете? Вы же тут профессионал. Я жду. Это закрытая поза. Вы чувствуете неуверенность? Рот закрыл. Говорить будешь, нет? Я запутался. Так закрыть? Или говорить? Ладно. Я думаю, тебе будет интересно. Думаю, это не ты. Баравада твоя понятна. Операция все равно тю-тю. В тюрьме долго не протянешь. Но с ней будет все хорошо. С кем мы там? Дурака не включай. Я думаю, это не ты. Я думаю, это твоя мать. Что это за вопрос? Надо поехать к этой матери и уговорить ее. Нам нужна общая линия защиты. Значит, пусть выучит, что говорить. Так, извини, я перезвоню тебе. Позже. Прекрасно. Вторая часть марлезонского балета. Ты знаешь? Я знаю, что я ничего не знаю. Но другие знают еще меньше. Это не я. Сократ. Это все, что ты можешь сказать? Почему? Сказать я могу больше. Но давай сосредоточимся на главном. Мы так с тобой не договаривались. И не надо здесь включать обиды. Ты тогда сама все решила. Помнишь? Так ты не знаешь. Я не знаю. И знать я ничего не хочу. Я говорил тебе избавиться от него. Говорил? Я что-то тебе обещал. Никогда. Я у тебя никогда ничего не просила. А сейчас? Что ты здесь делаешь? Просто так прогуливалась? И не надо давить на жалость. Я адвокат, на меня это не действует. Забыла? Уже вспомнила. А если вы оба решили взять меня за жабры, вот теперь, когда я уже партнер, хочу предупредить вас, у вас ничего не получится. Шансов ноль. Во-первых, это подло. Во-вторых, есть статья. Вымогательство. Господи, что ты несешь? И если я увижу его еще раз? Как? Он приходил? А то ты не знаешь. Нет, он не мог. Он не знал. Я говорила, что ты умер. Ну что ж, это очень оригинально, приходить к покойнику и требовать у него пять тысяч баксов. Когда? Пару дней назад. Ты дал ему деньги? Еще чего? Господи. А меня нет на это времени. Господи. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Всё. Хорошо. А теперь идите домой. Как? Арестуйте меня? Я не могу. Почему? Тамару Резун убил ваш сын. Он сам в этом сознался, Дина. Би. Би. Марина. Что вы тут? Что я? Я тебя привёз. И Лилов был сразу в тюрьму. Вы что? Я что? Воспользовался ситуацией. А кто мне воспользовался? Что? Шучу. Шучу. Нет, можно было, конечно, мокрую положить на кровать. Даже не гуманно. А у нас, понимаете, лелеформы. Мы теперь чертовски гуманные. Почему мокрую? Чтобы правда забыла, как топиться побежала. Почему ты? Так уж не чужие. Между нами. Я тоже не планировал открывать купальню всю зону. Я же во всём призналась. Поганый из вас Шерлок. Что? Спасибо, Паша. Пожалуйста. А за что спасибо? За то, что арестовали невиновного? Он что, вам сам признался? Нет, я пытал его. Бил. Зажимал пальцы в дверях. Ну, как обычно. Он врет. Откуда такая уверенность? Потому что это сделала я. Не хотите — не верьте. Только завтра я приду к вам в отделение и всё расскажу вашему начальству. Хорошо. Только после десяти я-то у вас планерка вас не пустит. Что? Я говорю, спокойной ночи. Спасибо за печеньки вкусные. Крысу я покормил. Она ведь не била тебя. Шмотки трендовые, тачки за границей. И что, всё равно не любил? Понимаешь, Саныч, есть люди, которых просто не за что. А я? Сравнила. Ну, а как? Ты, получается, просто пожалел, да? Как паршивого котёнка. Заткнись. Так а может это ты её и убила? Очень смешно. Ты обиделся, да? Что за вонь? Ты здесь курил? Здрасте. Здрасте. Ты что, идиот? Не твоё собачье. Пять секунд. Ничего не выйдет, папочка. Правила изменились. А ты что, уже наследство поделил, гадёныш? А ты нет? Твоя жизнь. Давай, жги сына. Не сомневайся. Я съезжаю. А что так? Давай, приводи её сюда. Будем жить четвером, одной большой дружной семьёй. Нет? А, или не вчетвером. В пятером, да? Да. И кто у меня? Братик-сестричка. Пошёл вон. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проходи, садись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тосик. Я не Тосик. Толя, я знаю, зачем ты это сделал. Не надо меня покрывать. Вы же это не всерьёз? Да не надо, да. Мам, это уже слишком. Даже для тебя. Всё произошло случайно. Я знаю, и я пришёл, чтобы вернуть деньги и сказать, что нам от них ничего не нужно. Она разозлилась. Ударила меня вот сюда, по щеке. Я её оттолкнул, она упала и ударилась головой. Пошла кровь. Много. Льва, она засипела. Потом перестала. Я ушёл. Откуда ты знаешь? Всё верно. А потом? После? Я пошёл на занятия. Враньё. Ты не был на занятиях. Хорошо. Я гулял. Значит, ты убил Тамару Резун, а потом пошёл к отцу просить деньги? Зачем? Подожди, отец что, не умер? Ага. Геройский погиб. Похоронен с почестями. В её голове. Откуда ты знаешь? Что? Что он козёл, который нас бросил? А ты жалела моё слабое, больное сердце? Ладь, всё. Это не важно сейчас. Зачем ты пошёл к нему просить эти пять тысяч? Ну, это как раз понятно. Чтобы тебя выгородить. Как будто и не было никакого духа. Но папа их не дал. Что-то уже ожидаемо. Учитывая, что он все эти годы не пытался с тобой выйти на связь. Юношеский максимализм – плохой помощник. Тосик. Прекратите. Хватит. Да, хватит. Потому что он больше не твой маленький больной сынок. Он – мужик. И всё решает сам. Я больше не могу. Ты не себя хоронишь. Меня тоже. А вы – слепой дурак. Вы закончили? Почти. Есть ещё один вопрос. У тебя в рюкзаке нашли тысячу долларов. Но где остальная сумма из сейфа? Сколько там было? Сколько там было? Сто тысяч? Больше? Сто тысяч? Больше? Можно? Вам плохо? Мне? У меня сын в тюрьме. Как вы думаете, мне хорошо? Кофе хотите, я ещё не пил. Он этого не делал. Я здесь ни при чём. Все ни при чём. Хорошо. Что вы хотите, чтобы я сказал? Сжёг так подойдёт? Или нет? Лучше отдал фонд помощи детям с поруком сердца. Сделал анонимный взнос. Так будет красиво, да? Да. Есть что-то эпическое и благородное в этом харакире. Тогда так и запишите. Как же быть с твоим знакомым, которому ты продал свой навороченный ноутбук за тысячу долларов? Это же не запрещено законом. Зачем ты это делаешь? А мне всё равно. Я скоро умру. С таким сердцем, как у меня, долго не живут. И так… Так всем будет проще. А то, что настоящий убийца на свободе, тебя не беспокоит? Ты решил, что все мы здесь уроды, менты продажные? Ладно. Ты спасал мать, я понимаю. Ты знал, что она кинется на амбразуру. Допустим. Алиби у неё нет, у тебя тоже. Но я не идиот. К твоему прискорбию. Я кое-как в людях разбираюсь. Это сделала не она. Правильно. Это сделал я. Больно? Я тебя выпущу. На каких основаниях? У вас убийство, я признался. У тебя операция через неделю, баран. А если я не хочу? Ты решил меня в пилаты записать? Не выйдет. Сынок. Значит, в этом всё дело, да? В папашке твоём. А даже нет, в ней. И скорее в ней. Обманывала, ворала всю жизнь. Ещё и деньги одолжила у этой. Вот предательство. А ты гордый, да? Настолько гордый, что решил уйти. В таком хилом теле и такой дух. Только одно не сходится. Каким образом ты узнал, как она умерла? Вот задачка, да? А думаешь, не решу? Ну, и где эти ваши новые обстоятельства? Как же? Ну, он хочет, чтобы мы его казнили, понимаете? Вот так вот решил, нашими руками. Он признался, признался. Продолжает настаивать, да. Все факты указывают на него. Какого чёрта вы от меня хотите? Да потому что это не он. Доказательства. Будут. Тогда ничем не могу помочь. Ходатайствовать на суде об освобождении подозреваемого, только потому что следователю что-то показалось? Павел Сергеевич, завязываете вы с этим делом? Слышь, ты урод. Это вы мне? Тебе. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич. Что я процент, там всё. Валера. Было приятно с тобой работать. Автограф поставишь? Ладно, давай. Надо будет подкредитоваться. Приходи к старому другу. А, да. И вот ещё что. Мои соболезны. Не успели мы с твоей женой познакомиться. По телефону. Милая женщина. Что? Ты звонил ей? Я кредитор, Димыч. Ты не платишь. Я волнуюсь. Сволочь. Какая же ты всё-таки сволочь. Я деловой человек. Но и мне не подфартила. С богатой женой. Пошёл вон. А вот это обидно. Очень обидно. Пошёл вон. Пошёл вон. Пошёл. Я живой человек, Паша. И я устал. Я от тебя понимаю, у нас такая работа. Я от тебя устал. Поверь это взаимно. Как вот это понимать? А что это понимать? Это жалоба на прокурора Ивашенко, который намеренно мешает расследованию. Хочет замять дело и отказывается отпустить ложно обвиняемого из-под ареста. Вот у меня где твои пьянки. Это не я от тебя ушёл. И не я дочку забрал. А такое ощущение, что я. Ты знаешь, я очень хорошо понимаю твою бывшую. Рот закрыл. Пошёл вон. Ты меня увольняешь? Пока возьми отпуск за свой счёт и сдай оружие. Ты отстранён над делом. Тебе тоже насрать, что убийца на свободе? Да. Я сказал, убирайся. Дон Кихот грёбанный. Садись. Не хочу. Я чем-то вас обидел, мадам? Уйдите, а? Я знаю, что это не он. Он признался? Нет. Тогда откуда? Оттуда. Садись, подвезу. У вас здесь кто-то умер. Не удивлюсь. А что, может не на «ты»? Есть хочешь? С тобой? Нет. Это так заводит. Прекрати немедленно. А что, тебя разве можно с матерью обвиняемого? Уже да. Меня отстранили от дела. За что? За дурость. Ну, не бери в голову, я это дело закончу. Так что, угостить тебя? Короче. Да. Откуда ты узнал, что это не он? А ты? Кроме того факта, что он не мог. Ниоткуда. Правда? Ты не знаешь. И которую ночь не спишь. И вздохнуть полной грудью не можешь. Потому что сомневаешься. Потому что он так похож на папку своего. И как бы ты это яблочко не согревала, все равно остается вопрос. А вдруг оно с гнильцой? А я теперь понимаю, почему тебя бросили. Ведь бросили же, да? Да. И ребенок, наверное, был. Конечно. Потому что семья — это не главное. Главное — это работа. Где ты самый крутой. И алкоголь. Чтобы выпустить пар после этого ежедневного дерьма. И бабы. Если не помогала. Ты смотри, кто заговорил. Ну, давай, мисс Марпл. Продолжай, жги. А зачем? Ты сам все сжег. Ну, до тебя мне далеко. Это ж ты у нас жертвенница. Крест к земле не тянет. До Голгофа далеко. Молодец, героиня. Выше всего этого. Только я твоего тусика, ох, как понимаю. Жить вот с такой вот, это еще та каторга. Сбежал бы, да вот куда. Бубовина коротковата. Ну, хватит. Поговорили. Да нет, не поговорили. Сидеть! Останови. У меня еще пару вопросов. Псих. Я серьезно. Когда Тамара дала тебе деньги? За день до смерти. Я уже говорила. Куда ты их делала? Я дала взятку. В управление. Чтобы нас включили в квоту. Кому дала? Короче, проехали дальше. Все. Нам назначили операцию. Да не нам, не нам! Толику назначили. Вот так вот. А он узнал, откуда эти деньги. В тот же вечер. Да. Мы поссорились. Он отказался ложиться на операцию. Это все? Почти. Откуда он узнал об отце? Я не знаю. Какие-то документы, переписка. Нет. Только электронная почта. Где? А что? Он программист. Там пароль. У меня все. Лучше, конечно, было ему все рассказать. Господи. Там такое… Такая грязь. Он мне никогда не простит. Куда он денется? Ну, тихо, тихо, тихо. Все, все, все. Тихо, тихо. Тихо. Списло. Слышь. Такая грязь. Очень, конечно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давай, Тома, помоги мне... Это что? Ну, немножко же можно... За нас... За нас... Что? Я испачкался? Ты сегодня такой... Какой? Счастливый. Весь светишься. Потому что, наконец, все хорошо... Даша, пусть я такой ценой... Ты бы никогда ей не сказал... Да? Не знаю... С ней было так тяжело дышать... Знаю... И Борька такой же... Весь в нее... Вы помиритесь... Мне все равно... Я хочу все... По-новому... С тобой... С вами... По-настоящему... Что это? Десерт... Открой... Прости... Алло... Алло... Это шеф... Да нет... Ну, согласитесь... Просто странно... Мне показалось, что вы знакомы... Я понимаю... Миллионы звонков... Да... Просто понимаете... Тамара Резун все свои телефоны, разговоры записывала... И ваш тоже записала... Алло... Ау... Да, я слушаю... Мне время подходит... Диктуйте адрес... Что... Опять? Живот... Поехали... Ты только открой... Ну... Открой... Прости... Прости... Может это банально... Так захотелось... Красиво... Как в кино... Ты позволишь? Не подходи ко мне... Не подходи ко мне... Ты чего это я? Слышишь? Сань... Пожалуйста... Пожалуйста... Не трогай меня... Все хорошо... Пожалуйста... Сань... Ты чего? Это я... Она меня... Не хочет... Кто не хочет... Она говорит... Чтобы я убирала... Зядю... Сань... Ты о чем? Кто? Я ее боилась... Мне страшно... Сань... Тут никого нет... Больше некого бояться... Понимаешь? Сейчас... Тихо... 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 Она ушла... Слышишь? Давай... Она ушла... Никто тебя у меня не заберет... А вам не влезет? Не твое дело... Твое дело сидеть и глубокомышленно молчать... Справишь? Да... Тихо... Мы были знакомы сто лет... Я сдавала ее квартиры... Ну, конечно же, у нас были сложности по работе... Она была... Непростым человеком... Все время строила теории заговора... Против кого? Ну, врагов у нее было немало... Она скупала на аукционе кредитные квартиры... Людей выставляла на улицу... Так что... А вы ей в этом помогали? Я? У нее было много риэлторов... Ну, только ваш номер у него в телефоне забит как... Тварь... Ну, вы же сказали, что она записывала звонки... Значит, вы знаете почему... Я понятия не имею... Странно... А сын Тамары утверждает, что имеете... Ну, вот у него и спросите... Кольцо красивое... Кольцо красивое... Спасибо... Извините, мне пора работать... До свидания... Думаете, она любовница? Ну, если да, то... Какой ей смысл? Теперь уже... В том-то и дело, Федор... Отличный вопрос... Какой смысл? Собирайся... У тебя еще одна встреча... У меня? Пока... Нормальные такие парни... Поговорили... Сам чуть заем не взял... Жалко, вот только документы забыл... Так что, тебе еще одну встречу организовать? Да ладно вам... Павел Сергеевич... А зачем все это нужно было? Затем, друг мой Федор... Что у Тамары... Твой новый друг Стас... Во всех исходящих и входящих в телефоне... Значит, они общались... Деньги у нее были... Ну, вот вопрос... Зачем ей кредитор? Думаете, у мужа был долг? Или у сына... Или у обоих... Любопытно было бы, да? Павел Сергеевич... Тина... Павел, у нас суд! Что? Завтра суд! Стой там! Павел Сергеевич! Павел Сергеевич! Павел Сергеевич! Павел Сергеевич! Федор! В скорую! Федор... Держись, Федор, держись! Ты номера запомнила? Нет! Ну, я знаю, чья это машина... Алло! Алло, скорая! Держись, держись! Ты, когда Анатолика думал... Я тоже хотела, чтоб с тобой что-то случилось... Это все нервы... Все живые... Все разные... Может быть, он подумал, что я тебя подкупила... А у нас завтра суд! Я тебе кричала через дорогу! Что? Новый следователь... Быстро справился... Ну, нет... Ну, что... Починили вашего бойца... Месяца через полтора будет, как новенький... Оделался переломом грудины... Ну, и рёдр, понятно... Так что пришлось извлекать фрагменты... Это ничего... Это повезло, правда? Поехали, поехали... Что же теперь делать? И кто виноват? Ты пока с Фёдором побудь... Я скоро... По согласованию сторон или по статье? Так точно... Выбирай... По старой дружбе... После вас... Прекратить... Я только одного не могу понять... Что... Самому страшно... На дно ведь... Да... Решил с обоеваться... На прихватить... Ну, конечно... Здесь все идиоты... Один ты у нас... С дедурцией... Никак нет... Да мне с тобой всё ясно... Парнишка тут при чём... Слушай, давай без диторики, а... Я уйду... Я уволюсь по-тихому... Всё, как ты любишь... Если что... Ты давай договаривай... Я ведь тебя знаю, Ерёменко... Верни мне дело... Я только убийцу возьму и уйду... Хочешь расписку... Да пошёл ты к чёрту... Ты хотела сказать ни пуха, ни пера... У тебя сутки... Понял? Ну... Ну как же так... Хотя бы матери... Она же волнуется... Я бы с ума сошла... Она у меня привыкла... Я редко звоню... Да и зачем... Волновать только... А... У неё сейчас... Работы много... Посадка... Дачный сезон... Ну как же... Да ничего... Всё обошлось... А про вашего сына... Я как знал... Не мог он... Лежи-лежи... Ты что? А вы кто? Никто... Садитесь... Я сейчас... Ты... Ты зачем это? А ты... Ты зачем? Я же не специально... Я чуть с ума не сошла... А чего одна... Без напарника... Зря я это... И вообще... Ну всё... 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 Не буду больше... Больно... Ничего... Положи... Пусть будет... Хорошо, что меня машина сбила... Скажи... А... Вы... Что и... Угонами тоже занимаетесь? Что такое... Не везёт... Как с этим бороться... Да? А вы юморист... Прямо отсюда... Благодаря машину? Отсюда... Средь бела дня... Оборзели... Садитесь... Я вас подвезу... Да нет... Спасибо... Я как-то сам... А это не предложение... Домой? Нет, я... Я пока переехал... А наш дом это там, где нас любят и ждут... Правильно? По-разному... Поехали... Поехали... Так а что... Жилплощадь с сыном не поделили? Или Катерина настояла? Что? Как она? К свадьбе готовится? Платье покупает? Или вы по-тихому? Не понимаю... У вас же есть убийца... Что вам ещё надо? Решили в белишке покопаться? Здесь налево? Невести меня представьте... И снова здрасте... А теперь я понимаю, почему вы у Тамары числились... Тварью... Можно? Хороший у вас вкус... Понимаю... А что такое? Да что за запах такой? За циви... Просто ужасно есть хочется... По-ужелым... Дмитрий, вы присоединяйтесь... Можно? М-м-м... Спасибо... Со циви... Вы давно вообще переехали? Месяц назад... Роскошный подарок... Красивый по-мужски... Какой ещё подарок? Ну не надо, я же без этого всего... Очень вкусно... У вас талант... Спасибо... Я так понимаю... Это всё на вас оформлено... М? Ну если вдруг что... Чтоб... Комар в носу не подточил... Застраховались... Молодец... Молодец... Так вот... Тамаре зря бы во всём сознались... Ну зачем? Дмитрий бы и так... От неё ушёл... Я правильно говорю? Я бы ушёл... К такому социли... Да ещё плюс ребёнок... Вы, кстати, кого ждёте... Мальчика и девочку... Девочку... Ну правильно... Мальчик же уже есть... Да зачем эти мальчики... Хамство одно... Ну что, вам пора уже... Поздно... Ну вот... А я хотел у вас добавки ещё попросить... Такой у вас СУЗ... Правильный... А я вам положу... Сиди... Дмитрий, ну зачем вы так с невестой? Всё передумает... А Стас, кстати, меня совсем по-другому схарактеризовал... Какой Стас? Кредитор... Ну, у которого Дейма деньги брал, чтобы квартиру-то выкупить... Какой кредитор? Ой... Да вы не переживайте, так не волнуйтесь... Дмитрий всё уже выплатил... Пару дней назад... Правильно? Ну, наелся я... Спасибо... За ужин... Я бы ещё посидел этого... Служба... А машину мы вашу найдём... Спасибо за угощение... За гостеприимство... Завтра милость прошу ко мне... Заходите... Идиотка... Слизняк... Зачем? Зачем ты к ней ходила? Зачем? Зачем? Да потому что ты никогда бы от неё сам не ушёл... Это ты во всём виновата... Ты... ВОООО!!! Хорош, держи... Оп! Ну-ка, блядь. Плышно. Чего? О, дядя, потанцуешь со мной? Идем. Чего ты? Ну давай, чуть-чуть. Скучаешь? А в честь чего праздник-то? Борька из института ушел. Ух ты! На волю в помпаса. А ты с его курса? Я с другой планеты. Я домой хочу. Ты его девушка. Скорее камень на шее. И давно вы с ним встречаетесь? Года три, может больше. Это Боря помнит. Он у нас умный. О, какие люди! Чего, выпейте со мной? За освобождение? В смысле, девять дней по матери? Это что, сегодня, что ли? Вот черт. А ты так не говори. Ей не нравится. Тихо, Санька. Ничего. А вам что, Дина на меня настучала? В смысле? Не знаю, типа... Типа шумим. Или вы сами услышали? Вы же у нас теперь частый гость. Анна ничего, да? Понимающая. Ничего. Дядь Паш, а Тусик скоро выйдет. А ты откуда знаешь, что выйдет? Ну, вы же здесь. А значит, ищете чего-то. Только то, что вы ищете. Все. Тю-тю. А? Ионы воздуха растворили. Что растворилось? А? Бабки. Тс-тю. Санька, ты чего? Это страшная тайна. Про кондиционер, ни слова. А? Где? На балконе. Заткнись, говорю. Ты чего я сказал? Отпусти. Мне больно. Я же сказал, тю-тю. Ты видел, как отец доставал деньги? Допустим. Почему не сказал? Это же вы у нас, Павлик. Они дурак. Сань, чего не понимаешь? Чего? Ладно, потом поговорим. В другом месте, в другом состоянии. Солушка, ты действительно с другой планеты. Кстати, а где ты был сегодня днем? В институте. А потом вот с этой. А что? Да так. Ну, отца машину угнали. Он тебе не говорил? Знаете, мы с ним как-то не очень общаемся. Ну, это прям праздник какой-то. Ну, что ты смотришь? Хватит! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Там наверху праздновать? Да, я слышу. Как там Фёдор? Я не успел с ним зайти. Всё хорошо с ним, Маша. Ясно. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Зайдёшь? Есть будешь? Я варю спагетти. Поздно, конечно. Но ничего другого не было. Так, ну-ка, женщина, отойди. Не женское это дело. Спагетти. С каких отобор? С тех самых, как изобрели. И потом, шпагетти – это всё, что я умею. Кроме яичницы. Да. Иди, женщина. Режь салат, натирай. Пармезан. Пармезан. Под воздействием обстоятельств, изменяется форма и содержание. Пармезан. Это что? Упругие деформации, прямо пропорциональны, вызывающим их внешним воздействием. Это откуда? Закон Гука. Вот именно. Точно. А… И что это значит? Это значит, я переварил. Меня выпущу. Маша. Не надо, не надо. Не говори ничего. Прости, подожди. Я так не могу. Ты обо мне всё знаешь, я тебе не чеву. Бывшая жена в Штатах. У тебя ведь есть дочь. Как её зовут? Сколько ей? Ну зачем тебе это? Эля. Эля. Ей четырнадцать. Мы не общаемся. Ты это хотел услышать. А ты пробовал? Чёрт. Нет. Я не пробовал. Я просто хочу понять. А что ты хочешь понять? У вас у всех так. У нас? Я не то хотела сказать. Ну да, конечно. Да, конечно. Вы все козлы. С глаз долой, сердце вон. И детей своих мы любим только тогда, когда любим их матерей. Так тебе проще, да? Нет. Мне не проще. Да нет. Всё правильно. Ты ж святая. Да вы все святые. К тому и Иуды. И смотреть теперь противно, да? А ты пересиль, ты смотри. Вот так выглядит человек, которому хреново, так хреново, что просыпаться не хочется. Может, он дурак, может, он слабый, только он никого не предавал. Он просто поломался, а его чинить не захотели, просто выбросили. А разве этот человек не понимает, что подчинить он может себя только сам? Просто так легче, да? Придумать свою правду и страдать. Нет. Это не мы, святые мученицы. Это вы со своим я. 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 А я вот не помню, что это за местоимение такое. Я. Забыла. А ты не переживай, тебе воздастся. Твоими молитвами. Ну, вы это выяснили. Субтитры подогнал «Симон». Продолжение следует... 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 Хватит. Никуда ты не поедешь. А зачем я тебе такой? Какой бы ни был, но ей я такого удовольствия не доставлю. У меня, у моего ребенка будет отец. У меня не было. А у него будет. И как мы будем жить дальше? Молча. Как все. Иди в душ. Я сварю кофе. Это типа по блату, да? Конечно. Свободен. Почему? Ну, я не хочу быть тем, кто подбрасывает хворост. Хочешь, сам себя сжигай. Вы нашли его? Нашли. И… Кто он? Может, сам мне скажешь? Это ведь ты с своего телефона вызвал полицию. Я только ее видел. В квартире на полу. Мертвую. Это когда ходил к отцу деньги одолживать? Я хотел прийти к ней и сказать, что… Что сегодня же все отдам. И что нам не нужны никакие подачки от них. Дверь была приоткрыта. Я заглянул и увидел, что она лежит на полу в крови. Я ее перевернул и вызвал полицию. А потом испугался, что заподозрят. И сбежал. А. Ладно, идем. Пошли, пошли. Завтра ложишься на операцию, так что… Будем жить. А зачем? Не знаю. Сам еще думаю. Может, потому что нужно решить что-то важное. Какую-то задачу, которую без тебя никто не решит. Про что? Про людей. А главное, про себя. Тварь, я дрожащие или правы имею? Нет. Это не твое уравнение. А какое мое? Ты программист. Подумай. Иди. Она тебя ждет. Мам. Ну, мам. Прости меня, пожалуйста. Толя, простишь? Спешу вас поздравить, мы нашли вашу машину. В принципе, она на ходу, но крыло полет. Неожиданно. Неожиданно. Бывает. Сейчас надо на экспертизе, но хотел вас уточнить. Когда и где в последний раз вы заправлялись? Я должен отвечать. А как именно это касается уголовного производства? А я вызвал Дмитрия, как заявителя об угоне, так что сам непосредственным. В том-то и дело, машина была на нуле, когда я приехал в офис. А ваши сотрудники утверждают, что вас не было на работе часа три. Я обедал. Потом прогулялся. С кем? Не по существу. Один. Жаль. А я думал, вы хотели заправить вашу машину. Нет, я решил поесть. И как раз после обеда, на прогулке, обнаружил, что машина пропала. А можно узнать, что вы ели? А какое это имеет отношение? Это просто любопытство. Еда – мой пунктик. Дмитрий в курсе. Салат. И картофельный гратен. А на десерт. Цирк. Сладкого я не ем. Мне нельзя, сахар повышен. Так что только кофе. А угонщика вы нашли. В том-то и дело. Видите ли, вчера именно ваша машина, в это время, совершила наезд на сотрудника полиции. Мишенью был я. У меня спасли. А полицейский сейчас в больнице, в тяжелом состоянии. Это неправда. У этого наезда три свидетеля. Один из них я. Повторяю, машину мы нашли. Но проблема в том, что отпечатки пальцев не только ваши. Не понимаю. Я вас пришел защищать по-другому делу. Я сам ничего не понимаю. В таком случае, я вынужден объявить, что вы задерживаетесь по подозрению в угоне собственной машины, а также в причинении тяжелых телесных повреждений сотруднику полиции Федору Полипчуку, а также по подозрению в убийстве и ограблении вашей жены Тамары Резун. Согласно сокрытых вами действий и обнаружении свидетеля, вы можете сохранять молчание? Вот постановление. Любая информация, сказанная вами, может быть использована против вас. Добавки? У-у-у. Не знаешь, кого они там, а вместо меня? Там все по-другому. Не знаю, как объяснить. Я там понял одну штуку про людей. Люди разные. Они не хорошие и не плохие. Но никто не застрахован от ошибки. Вся жизнь – это череда выборов. Ты сделала свой выбор с отцом. Потом сделала другой. Когда он ушел. Так, появился я. Я понял, у меня никогда не было этого выбора. Этого права совершить ошибку. Черт, твое сердце не позволяло. За последнее время ты сделал очень много выборов. Не все мне может быть понятны. Ну, видимо, тебе это было нужно. Что это? Это к вопросу о выборе. Иногда его просто нет. Когда любишь? Я их не видел. Я их не видел. Я тоже очень давно. Но вчера я поняла – это не про предательство. Это не про малодушие. Это про любовь. Ты его оправдываешь? Я его любила. Очень. И он меня тоже. Я это точно знаю. Но ты правильно сейчас сказала. Люди разные бывают. И сердца у них тоже разные. Бывает большое, как дом. Бывает маленькое, как скворечник. С маленьким не хочу. С маленьким не хочу. Скучно с маленьким. И любовь у него маленькая. И мечты у него маленькие. И ничего в него не помещается, кроме него самого. Если бы ты знал. Я так рада, что он у тебя такой большой. Ну, скоро уменьши. Если получится. Если бы ты меня не задушишь. Да, я ее не любил. Но я ее не убивал. Я ничего не сделал. Даже когда ваша любовница рассказала Тамаре, что беременна. Что вы покупали ей квартиру. Про долг. Когда вас есть дал этот ваш кредитор Стас. Вы ничего не сделали. Почему? На что вы рассчитывали? Я не знал, что Катя к ней приходила. Я знал, только что звонил кредитор. Мы с ней поговорили. Я ей сказал, что у меня проблемы с бизнесом. И что я влип. Запутался. И мне нужна помощь. И она... Она обещала мне помочь. На каких условиях? Мы должны были уехать... Вместе. Втроем. Она и я, и Боря. Куда? В Европу. Она хотела купить нам там дом. А зачем ей нужно было уезжать? Про любовницу и беременность она знала. Только скрывала, что знала. Зачем? Она боялась меня потерять. Она любила меня. Да, любила. Всю жизнь бегала за мной с самой первой встречи. Преследовала. А когда забеременела, я... Вынужден был жениться. Все дело в трактовке, да? Как все-таки психика нас бережет? Где-то глубоко вы осознаете, что она не бегала. Она вас купила. И вы все взвесили, рассчитали, сделали ей ребенка. Которого вы, кстати, так и не полюбили, потому что он от нее. Да и зачем он? Вам было удобно. Вы решили жить в свое удовольствие. Она вас баловала. Машины, поездки, лишние деньги. Очень баловала. Но перестала. А потом до нее дошло. И она сделала вашу жизнь невыносимой. Мстила. За предательство. За нелюбовь. Посадила вас на сухой паек. Но не прогнала. Но не прогнала. Удивительный мазохизм. Не там работаете. Вам бы в литераторы. У вас получается. Меня всегда вдохновляли вот такие паразиты. В особенности отборные. Поживите с озурбаторшей, властной. Жестокой, которой нужно полное подчинение. Она сожрала меня. Сожрала нас обоих своей этой больной любовью. Я и Борька, мы были, мы были рабы, лампы. И выхода из нее не было. Да был. Был выход. Только в другую жизнь, без денег. Но вы не захотели. И Боря почему-то не захотел. А он пробовал. Года три назад. И она сдала его в клинику. И там его починили. И он стал такой правильный. Как ей надо. И вот вы дружно из себя решили поехать в Испанию. Я правильно понял? Но тут вмешалась судьба. Фантастическое везение. Я повторяю, я ничего не сделал. Нет. Все-таки кое-что вы успели сделать. Вы успели отремонтировать кондиционер. Вы ничего не сделали. Вы просто восстановили справедливость. Вот только забыли с подельником поделиться. С братом по несчастью. А еще в вашей машине я нашел два удивительных чека. В стаканчике из-под кофе. Кроме десяти литров бензина, там были шоколадный батончик. Энергетику. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Аплодисменты. Ордисменты. В стаканчике. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Чтобы вызвать полицию. Да, но оказалось, что ее уже кто-то вызвал. Идемте. Когда вы вернулись, помните. Здесь что-нибудь поменялось? Нет, ничего. Я вам напомню. Вань, перевернись на спину. А так? Наверное, я же сказал, я… я не помню. Я объясню. Когда вы прятали деньги в кондиционер, в квартиру зашел ваш сосед Анатолий. И это он перевернул Тамару, убедился, что она не дышит, вызвал полицию, испугался и сбежал. А вы вспоминаете? Когда вы вернулись, Тамара так лежала? Вспоминаете? Да, так. А она была мертва? Да. Вы уверены? Вы в этом убедились? Да. И тогда я позвонил в полицию. А в скорую вы не хотели позвонить? Это было бесполезно. Она уже не хрипела. И я хотел сказать, что она не подавала признаков жизни, как и тогда, когда я сюда зашел. Да, но вы сказали, она уже не хрипела. Послушайте, я могу что-то перепутать. Здесь все было в крови. Я был в шоке. Что ты на меня смотришь? Я ничего не сделал. Правильно. Вы ничего не сделали. Вы просто подождали, когда она умрет. Да? Какой же ты урод. Какой же ты? Она еще дышала, а ты просто стоял и ждал. Да. А ты бы ее прибил, не сомневаюсь. Потому что ты ее ненавидел. А ты? А ты? А ты? Я любил ее. И она меня любила. Я ей говорил, надо было тебя сдать в дурку. Так это ты, трусло. Она всего лишь кровь. Такая же, как у нее. Она ударилась. Упала. Я мог ее спасти, но… Ты испугался крови. И… и ты мог. Ну, ты просто стоял и смотрел. Я не убивал ее. Это ты. Нет, это ты ее убил. И ты увел мою машину, чтобы все подумали на меня. Тихо. 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 Я как… как никто вас понимаю. Мы тоже стояли в резерве очень много раз. То что ты можешь понять. Вам как раз сделают операцию. А Оля? Ну, нет у меня денег. Нет. Ребята, да она в любовь минуту умереть может. Понимаешь? А тебе ж плевать. Ну и выживи. Да, мы тут ни при чём. У нас квота. Да ты думаешь, я не знаю, как попадают в эти квоты? Ну, как ты? Больше не боишься? Ты на операцию? Уже нет. Нет. И опять первая в резерве. А как твоё большое сердце? Стало поменьше? Нет. Ты только ничего не бойся. Ладно? Это просто. Я не собирался её убивать. Просто я не хотел в Испанию. Я хотел, чтобы она отдала мне мою часть наследства и отпустила. Поэтому и вернулся тогда утром, чтобы поговорить без этого козла. Ты папашина личинка. Ты его копия. Ты думаешь, я не знаю, для кого эти деньги? Так же, как и ему. Только в этом доме ничего вашего нет. И не будет никогда, пока я жива. Чего вам не хватает? Ну? Ну? У тебя же всё было, всё! Скажи, мама, ты хоть когда-нибудь, хоть кого-нибудь любила? А меня кто-нибудь любил? Значит, никогда. Какой же ты дурак. Это ведь… Это ведь всё для тебя, всё. Чего? Чего? Это ведь всё для тебя, сын. Чего? Тогда отпусти меня. Я жить хочу. Дышать. Лучший воздух в Испании. Я узнавала. А если нет, то в клинике. Она упала. Я вообще думал, что она встанет и прибьёт меня. Я крови боюсь. Поэтому испугался и убежал. Что дальше? А дальше его взяли Тоська. Я был этому рад. Тоська. Да ходяга. Она с ним с детства как с писаной торбой возилась. Бесила всегда. Я его ненавидел. Ты ему завидовал? Не знаю. Может быть. Мама его любила. И Сашку жалко. Я её ударил сильно. Она обо всём догадалась. Смотрела потом на меня так страшно. Жесть. Плохо без неё. А мать тебе не жалко. Мама? Он был моей надеждой. Моим золотым мальчиком. Я хотела, чтобы он был лучше своего отца. Чтобы у него был мой характер. И моя сила. Но он стал его копией. Я хотела выпить из него эту слизь. А он меня во сне завидел. А потом появилась ты со своей помойки. И я поняла, что теряли его. Но он был мой. Только мой. Моя кровь. Всё по закону Гука. Деструктивное, кривое семейство. Если бы Толя не запутал, сработал бы быстрее. Написал всё-таки. Как договаривались. Что мне делать с этим? Не рви. Я ещё напишу. Хватит. Попробуй! Мой дом! Попробуй! Мой дом! Люди, мои дорогие. Мой дом, я мы услышали. Стоять! Мой дом. Стоять! Элли, это ты? Эля? Я Эллен. Я знаю. Позвать маму? Нет, подожди, я… Я бы хотел поговорить с тобой. Послушай, я… Я пойму, если ты не захочешь меня слышать. Но я должен тебе сказать. Я очень люблю тебя, дочка. Я страшно скучаю. Митя, я тоже папа. Правда? Почему ты звонишь? С тобой все хорошо? Я видел твою синюю рыбу. На нашем озере. Я действительно ее видел. Представляешь? Я не знаю. Я даже не знаю. Например, ты не можешь поймали. Я не знаю. 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 Какого черта? Толик, ты-то что делаешь? У тебя же операция. Я хотел вам сказать… Что? Мне было важно вам сказать… Что сказать? Я… сделал… кое-что… хорошее… Что сделал? Отдал… сердце… Что ты сделал? Я решил… задачу… Дурак… 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 Мы ведь уже сделали операцию девочки… У нас закончились квоты… К черту квоты… И всю эту идиотскую махину… Я врач… Я мосок учил… И… У меня дуракля verso… Продолжение следует... 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 Продолжение следует...